Мы как медики говорим, все. Двухлетний Наиль уже перенес три операции. Маленький житель Кукмара стал жертвой деревянного туалета. Ветхое строение рухнуло на мальчика из-за сильного порыва ветра. Как выяснилось, малыш гулял один без присмотра мамы. Ну во дворе еще в процессе стройки все у нас ушли. И вот то ли ветер сыграл у нас, в тот день был сильный ветер. Крыша у нас упала на грудную клетку. И в связи с этим получился разрыв печени. По словам врачей, Наиль мужественно выдержал три операции. И сейчас про него говорят, что он родился в рубашке. И таких счастливчиков в отделении травматологии 10 человек. Один из них 12-летний Артур из Елабуги. Я уехал, когда он упал, ручка вот так, и я прям на нее. Вот что получилось. Подарок родителей едва не убил Артура. Катаясь на скоростном велосипеде, мальчик наткнулся на булыжник и потерял управление. В итоге он упал и самостоятельно встать уже не смог. Он напоролся на роль. Хотела бы сказать огромное спасибо нашим елабужским врачам, врачам детской республиканской больницы. Здесь, конечно, у меня нет слов. Я даже ничего не могу сказать. Я очень благодарна. У меня ребенок сейчас. Мы уже сегодня, со вчерашнего дня встаем на ноги. До этого он, конечно, лежал. По словам врачей, чаще всего травмы получают маленькие дети в возрасте от года до 12 лет. 70% из них мальчишки. Шелуны не боятся огня, высоты и скорости. Уважаемые родители, будьте бдительны. Следите за своими детьми. То есть много раз слышали о травмах, но ни разу не видели детей, которые поступают после травмы. И к чему приводят вот эти бытовые травмы. Маленький герой больницы, двухлетний Наиль, идет на поправку и скоро поедет домой. Теперь его мама обещает не спускать глаз со своего рыжего сорванца. Эльвира Шарафеева, Айгуль Низамуддинова и Альфред Камилевский, телеканал Эфир.